Сегодня хочу заняться вот такой фиалкой. Она изрослась, у неё уже вместо одной две больших головы ещё там парочка маленьких. Я листочки от неё укореняла уже в зип-пакете, там имеется несколько совсем маленьких деток, и я уже делала посадки в землю. А вчера приобрела вот такое сокровище – мох. И, конечно, хочу отсадить деточек в этот мох. Листик укореняемый очень плодовитый, уже надавал мне столько деток. Вот ещё этот отломлю. Отламывайся. Надо, видимо... Вот. Так. Ну и тут ещё... Нет, пусть эти ещё подрастут. Оставлю их в этом зип-пакете. Так, все, деточки, в начале. Место слома присыплю углём активированным. Вот тут ещё и листик немножко другого сорта. Стаканчики выбрала такие, тоже вчера приобрела. Мух живой, зелёный. Надеюсь, что он тоже будет расти вместе с фиалочками. Ну, вот, небольшую часть кладу на дно. Остальную заворачиваю в мох. Тут ещё попадаются некоторые сосновые хвоинки. И в стаканчик сюда. Обрызгиваю я водой по мере надобности из пульверизатора, в которую добавляю стимулятор роста HB101. Так, ну, вот так можно на дно. Вот этот. Да, мох, конечно, по-хорошему можно было бы почистить. Ну, немного в нём встречается сосновых веточек, иголочек. Он, конечно, чистился уже. Так. Ой, тут кто-то ползёт. Какая-то живность из лесу. Так. Пять стаканчиков готовы. Уберу их, чтобы они не мешали. И постараюсь отломить одну голову у этой фиалочки. Почему-то резать мне не хочется. Я считаю, что лучше переносят... Ой, отломила листик. Пересадку растения по естественному слому. А не по хирургической операции. Может быть, я не права. Вот такая голова. Так, всю целиком я её в мох и буду садить. Только стаканчик побольше возьму. Наверное, надо обломить всё-таки часть нижних листочков. Наверное, этот... Вот так. Не знаю. Эта голова даже тут уже цвет набрала. Выдержит ли она всё это. Стаканчик я выбрала вот такой большой. Мох насыплю на самое дно. Остальная высота стаканчика будет держать растение. Вот 500-граммовый стаканчик на одну треть заполнен мхом на дне. Вся голова укутана обёрнутым мхом. И я помещаю это в стаканчик поглубже. Так. Ну вот, почти весь кустик туда поместился. Немножко прикрою и поставлю отращивать корешки. Что-то здесь ещё мешает. Ну, вероятно, тут вот есть ещё лишние детки. Пусть немножко подрастёт. И эту нужно тоже пересадить, заглубить поглубже. И свет у неё был недостаточен. Надо поставить под свет всё. Деточку на стволе я всё-таки убрала. А сейчас в этот же субстрат пересажу так, чтобы заглубить часть корневища. Вот так получилось заглубить эту фиалочку. Отставляю её. И ещё хочу воспользоваться пересадкой мхом. Два вон умирающих у меня клубенёчка замиокулькаса. Тоже посадить в мох. Но они, конечно, не совсем умирающие. Вот тут есть корешочки. Просто лист основной, от которого наращивался клубенёчек, уже пожелтел. А здесь даже засох. Ну вот, попробую их опустить в мох. Делаю так же. Оборачиваю. И помещаю слегка, утрамбовывая, стаканчик. Так, вот ещё порция мха. Уже тут незначительные иголочки можно убрать. И где тут у меня? Вот он. Клубенёчек замиокулькаса. Так. И помещаю его в мох. Так. Вот это на дно. И это утрамбовываю туда. Пусть растут вместе. Так, сюда, наверное, тоже нужно добавить. Вот так вот иголочку убираю. Итак, приобретение мха отмечено пересадками. Сегодня у нас 30 ноября. И вот так вот. Продолжение следует...